Здравствуйте! В студии Дарья Самородова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Зарегистрированным кандидатом депутаты Думы города Лабытнанги выдали удостоверение. Церемонию вручения провела председатель территориальной избирательной комиссии. В Лабытнанге строится сразу 15 многоквартирных домов для переселения жителей из аварии к стадии активного возведения дома, считавшейся ранее долгостроями. В детском саду «Снежинка» обучают воспитанников кулинарным навыкам. В Академии «Чудо-ручки» готовили японский десерт. Ямал вошел в топ-30 лидеров по количеству заявок в проекте «Флагманы образования». В конкурсе участвуют мотивированные управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты. Лабытнанцы присоединятся к празднованию Дня физкультурника. В этом году профессиональному празднику исполняется 85 лет. Зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы города Лабытнанги выдали удостоверение. Торжественную церемонию вручения провела председатель территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги Татьяна Цитович. Получив соответствующий документ, кандидаты в депутаты могут приступать к проведению предвыборной агитации. Схема выборов в этом году будет отличаться от предыдущей. С присоединением Харпа состав Думы будет увеличен до 20 человек. Подробности далее. Конкуренция большая. 42 кандидата на 20 мандатов. Претенденты на звание народных избранников к выборам готовы. Мы прошли достойно два этапа. Этапы выдвижения, этап регистрации. Следующий шаг получения удостоверения документы кандидатам вручали под личную роспись и аплодисменты присутствующих. Я вас поздравляю, вам вручаю. Евгений Игоревич, поздравляю вас. Я вас поздравляю. Настроение у всех было боевое. У многих уже есть опыт работы в Думе. И они уверены в поддержке избирателей. Это уже не первое участие в выборах. Я был в третьем САЗЭВе, в четвертом. И вот сейчас мы прошли два этапа по этой выборной кампании. Это выдвижение, регистрация. Впереди еще тоже большая работа. Безусловно, настрой у нас только на победу. Я желаю своим коллегам, кандидатам тоже удачи и успехов в этой кампании. Но самое главное нужно, наверное, наша цель. Это мостик, это работа именно между населением и нашей администрацией, нашим городом, чтобы все мнения жителей были учтены. Рядом с опытными парламентариями и те, кто впервые подал документы на участие в выборах. Эмоции переполняли. Это очень трепетно, потому что в свое время, очень давно, мой папа тоже был в Советском Союзе, на командатном округе избирательном, тоже депутатом. И сказать так, что он мне передал палочку, его уже давно нет, конечно, но, тем не менее, я горжусь этим. Я рада, что я живу в таком замечательном маленьком городе, в котором делится теплом. И надеюсь, что мои возможности и мое желание помочь городу быть еще лучше, цвести, расти и процветать. В завершение встречи кандидаты первыми несли свой вклад в проведение акции «Моя новая старая игрушка». Эта инициатива порадует детей, которые придут на выборы вместе со взрослыми. Я там свои коляски принято. Спасибо, Игорь Владимирович. Ирина Акобова, Сергей Андропов, информационное агентство «Лабыт-Нанге». В «Лабыт-Нанге» строится сразу 15 многоквартирных домов для переселения жителей из аварии. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья. В стадии активного возведения дома, считавшиеся ранее долгостроями. Ямал занимает лидирующие позиции среди других регионов по темпам жилищного строительства. В 2023 году в округе было введено 290 тысяч квадратных метров жилья. За пять лет расселено почти 700 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Строительство домов способствует достижению цели нацпроекта «Жилье и городская среда» и решает задачу губернатора Ямала Дмитрия Артихова по ликвидации миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. В границах улиц Ленина, Первомайской, Новой, Октябрьской возобновило строительство трех семиэтажных домов на 288 квартир. Работы ведутся параллельно на всех объектах. Задействованы порядка 85 человек. Все квартиры будут сдавать с отделкой под ключ. В этом сезоне строители планируют выполнить благоустройство прилегающей территории, обустроить парковки, установить игровой комплекс, заасфальтировать проезды. В планах капитальный ремонт, прилегающий к застройке улицы Новой. Еще две новостройки в высокой степени готовности располагаются в центральной части города. В пятиэтажке на 120 квартир завершается обшивка фасада, приступают к внутренней отделке. К кровельным работам в скором времени приступят строители дома по улице Школьная. Планируется, что жильцы встретят новоселье в этих домах в следующем году. Всего в 2025 году строители планируют сдать 7 многоквартирных домов. При этом, благодаря вводу двух домов на 80 квартир, полностью решится вопрос ликвидации аварийного фонда в Харпе. В 2026 году планируется ввести 8 многоквартирных домов. Ввод новых домов продолжится и далее. Уже сейчас формируются участки под будущую застройку. Строительство домов способствует достижению цели нацпроекта «Жилье и городская среда» и решает задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по ликвидации миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. В детском саду «Снежинка» обучают воспитанников кулинарным навыкам. В Академии «Чудо-ручки» дети уже научились делать пиццу, печенье, бутерброды и даже лепить племени. В этот раз изучали японскую культуру и готовили десерт «Моти». Повязали фартуки, вымыли руки и приступили к занятию. Оно началось со знакомства. Дети оздоровительного лагеря «Я познаю мир» путешествуют по разным странам. Изучают культуру, быт, традиции и кулинарные блюда. Сегодня дети отправили в страну восходящего солнца. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие в Японию. А будем мы там делать очень вкусный десерт, который называется «Моти». Знаете такой десерт? Кто-нибудь пробовал? Ингредиенты классические, но без творчества тут не обойтись. Я сегодня вам тесто уже сделала вот такое вот цветное. Оно делается цветным в тон начинки, который будет сюда закладываться. Там у нас нужна рисовая мука, вода и сахар. Процесс приготовления несложный. Юным поварятам это напоминает занятие по лепке. Скатать шарик, старательно раскатать лепешку и соединить края своего японского десерта. Пожалуй, сложности возникали только в выборе начинки. Ведь она в Моти может быть разной. Начиняют фруктами, вареньем или орехами. У меня трюксорная начинка. Из чего она состоит? Из персика, банана и черники. Мне очень нравится готовить. А что конкретно ты любишь готовить? Я очень люблю готовить торты. Мне больше делать шоколадные блины с шоколадной подливкой. Потому что мы когда такое делали, мне очень понравилось. Скоро перед каждым участником мастер-класса были выложены на блюде разноцветные шарики – Моти. Перед тем, как их пробовать, нужно десерт охладить два часа. Но порой терпения детям не хватало, и они начинали дегустировать свой шедевр. Десерты вообще очень дети любят делать. Они все, что узнают, они здесь, в нашей кулинарии, переносят домой. И уже с родителями тоже начинают делать. Кстати, родители также присылают фотоотчеты. Когда ребенок сам начинает пробовать, у него формируется вкус его. А если уже ребенок начинает это сам готовить, естественно, уже с большим удовольствием ест это блюдо, чем когда кто-то ему принес его. Обучающий проект «Снежинки» стартовал еще в прошлом году. В рамках академии открылась кулинарная студия. Блюда готовят интересные и несложные, чтобы ребята затем смогли их повторить дома. Дарья Самородова, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанги. Ямал вошел в топ-30 лидеров по количеству заявок на участие в проекте «Флагманы образования». Подведены итоги заявочной кампании. В конкурсе принимают участие мотивированные управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. На официальном сайте зарегистрировались более 88 тысяч человек из всех регионов страны. Ямал представляют 1173 человека, из них 77% педагогов, 3% студентов и 20% управленцев в сфере образования. Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения, как доказавшие свою экспертность профессионалы. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Проект «Флагманы образования президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Ямал присоединится к празднованию Дня физкультурника. Каждую вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. В этом году профессиональному празднику исполняется 85 лет. В 13 муниципальных образованиях округа 10 августа пройдет 100 физкультурных и спортивных мероприятий. Участие в них примут около 600 ямальцев, тренеры, студенты, выпускники профильных учебных заведений, ветераны спорта, а также любители активного образа жизни. В год семьи большой праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности. Наравне с масштабными спортивными форматами будет уделено особое внимание уютным локальным активностям. Во дворах и на спортивных площадках каждый пришедший на праздник сможет попробовать свои силы в разных спортивных состязаниях. Открыть для себя новые виды спорта и физической активности. Для ямальцев будут организованы квесты, спортивные игровые программы, соревнования по футболу и мини-футболу, волейболу, настольному теннису, стритболу. Запланированы спортивные эстафеты, легкоатлетические забеги, прием нормативов ГТО. Массовые зарядки, веселые старты для всей семьи. Организация спортивных мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова